Итак, мы едем дальше. У меня есть четвёртый вопрос. Привет! Хочется измениться в лучшую сторону. А это не вопрос, это просто Галя Селемеева хочет измениться в лучшую сторону. Менять себя – это также один из тех инструментов, которые предлагают психологи, которые может предложить ещё кто-то, ещё какие-то умные книги или организации, или духовные деятели. Измениться. Ты был плохим, давай изменимся, и ты станешь хорошим. Ну, давай для начала вспомним о том, что было в твоей жизни, почему ты плохой. Тут могут начаться какие-то психологические аспекты. Либо мы сразу же будем говорить, хочешь измениться – думай по-другому. Думай позитивно. Позитивное мышление. А давай будем материализовывать. Каким ты хочешь стать? Ты хочешь стать добрым, хорошим, богатым, умным. Теперь ты не будешь жить в прошлом, не будешь себя загонять. Ты просыпаешься и говоришь – я самый красивый, самый умный, самый богатый. Это вот этот один инструмент изменения себя, который может работать. Естественно, может работать. Года четыре назад. Это была бы моей основной темой, если бы я снимал подобные видосы, потому что моё внимание, оно было уделено созданию материи. Я хотел изменить свою жизнь, сделать её более успешной и богатой. Эти намерения, они расщепились и испарялись постепенно, потому что все эти знания, они приводили к фундаментальному истинному я. И сейчас то, чего я желаю по-настоящему – я – это осознать это абсолютное и истинное я. И жить с той точкой зрения не ума, а фундаментального я. И поэтому, говоря о «изменить себя в лучшую сторону», я могу только сказать, что не нужно ничего менять. Нужно стать тем, кем каждый является на самом деле. Чтобы стать тем, кем он является, нужно практиковать и стараться не отождествляться со своим умом. Направлять внимание на того истинного я, который не закопан в мыслях, убеждениях, предрассудках, желаниях и мечтах. Который видит все эти мысли, но с ними не отождествляется. И тем инструментом, который нельзя назвать изменением, потому что это приход в свое истинное настоящее состояние, я повторюсь, потому что повторяюсь в каждом видео об этом, это инструмент, когда ты направляешь внимание не на мысли, а на те ощущения, которые испытывает твое тело в этот момент. Это больше помогает быть ближе к тому истинному природному я, кем является каждый человек. Изменить себя – это психологические вопросы более. И не то, о чем транслирую я сейчас. Стать истинным тем, кем ты являешься – тот спич, о котором я несу. Он гораздо прост. Изменить свои убеждения и поменять мысль о том, что вы все пидоры, на другую мысль «я вас всех люблю» – это сложно. Это сложно. Первые три дня ты можешь всех любить, а потом опять ты будешь возвращаться в свое прошлое «я», которое всех считает такими и сякими. А постепенно не отождествляться с этой мыслью, пронаблюдать ее и осознать, что ты ей не являешься – это уже более другой уровень, и он более высок, потому что тот способ изменения, он ментальный, а ты ментальностью не являешься. Нормально? Продолжение следует...